Быстрый, яростный и экстремально разрушительный. Думаю, последнее определение наиболее точно описывает зрительскую ассоциацию серии фильмов Форсаж. И так как это утверждение верно, настало время определить и назвать самую разрушительную лысую башку за всё время действа основной франшизы. И как здорово, что у тебя, дорогой зритель, не вызывает сомнения, что самая сокрушительная башка окажется именно лысой. Оценивать способность бошек к уничтожению имущества мы будем, исходя из совокупной стоимости нанесённого материального ущерба, продемонстрированного нам с первой по восьмую главу серии. Перед тем, как начнём, предисловие касаемо того, как мной подготавливался этот материал. Предупреждаю, оно может показаться подзатянутым, но таков путь. Моё дальнейшее повествование во многом будет основано на исследовании британской страховой компании Inchur The Gap, специалисты которой оценили стоимость ущерба, нанесённого персонажами франшизы. Исследование вышло в преддверии выхода в восьмой части и было растиражировано на множество медиаресурсов, в основном на западные, у нас поменьше. Британцы дали оценку ущерба не только в стоимосном, но и в количественном выражении. В том числе, инфографика, представленная ими, содержала информацию о сумме автомобилей изданий, попавших под замес. И в то же время по сети гуляет ещё одна довольно растиражированная статья, но уже посвящённая только количеству авто, уничтоженных за фильмографию «Форсаж». И что самое интересное, эта статья ссылается на тот же первоисточник и публикует радикально иное количество уничтоженного автотранспорта. Полторы тысячи авто за семь лент против 350 из заявленных в инфографике с оценкой ущерба. Справки ради, вторая статья на сайте первоисточника отсутствуют, в отличие от первой. Так или иначе, я как автор контента не мог подготавливать это видео, не перепроверив информацию самостоятельно. Для чего я, собственно, провёл часы удовольствия за перепросмотром «Форсаж» и пересчитал все транспортные средства, здания и сооружения, попавшие под горячую руку действующих лиц. Резюмируя итог, инфа о полутора тысячном ликвидированном автопарке — полнейшая хрень, и непонятно, откуда у неё растут ноги. В то время, как публикация с оценкой ущерба добросовестно близка к действительности. Конкретно по пострадавшим зданиям и сооружениям, которые включают не только серьёзный, но и косметический ущерб, совпадение с моими подсчётами — 93%. 78 объектов, отмеченных мной, к 84 представленным в исследовании. С автомобилями ожидаемо всё посложнее, я насчитал 85% от опубликованной цифры. Основные расхождения выдались на Форсаж 2, 3 и 4. Вот где-то парни из Иншурзе Гэп насчитали на 40 машин с косметическими повреждениями больше. Где и откуда — не знаю, хотя, вероятно, я разбираюсь в этом меньше, чем они. Забегая вперёд, скажу, что по итогу доля от ущерба авто составит полтора процента от общей стоимости урона, и несколько десятков бамперов и лобовых стёкол нам погоды не сыграют, да. Пробелы по восьмой части мы устраним самостоятельно и подведём итог бошкоразрушительного соревнования уже за всю вышедшую серию фильмов. Прежде чем удостоить победителя почести и оваций, пройдёмся по оценке ущерба каждой серии. Все последующие называемые денежные суммы будут обозначены в американских долларах. Помните, я сказал вам, что ущерб автомобилей занимает минимальную долю от общего? Да, это верно, но не в случае Форсаж, который мы имели удовольствие лицезреть по четвёртую часть включительно. Из прочих разрушений здесь разве что парочка снесённых ворот, обвал туннеля, обстрел жилища Доминика и порча комфортабельной яхты. А вот случаев дорогостоящего повреждения авто, включая дэмэдж спортивных и кастомных тачек, 51, 30 из которых выпали на фееричное возвращение башки Доминика в Форсаж 4, что явилось результатом скромного ущерба в 2,5 миллиона на картину, обогнав токийский дрифт на полмиллиона. Ещё из примечательного первых лент можно выделить разве что абсолютный рекорд не лысой башки Брайана по количеству косметических повреждений стороннего автотранспорта, 17 штук в Форсаж 2. Ущерб Форсаж 1 и Форсаж 2 оценивается в 1,2 миллиона соответственно. Переступив черту условного реализма к неусловному пиздецу, лента Форсаж 5 дарит нам незабываемый аттракцион уничтожения коммерческой и городской собственности в объёме 13 штук, большая часть из которых пришлась на весёлый, покатушки с 10-тонным сейфом по улицам Рио. И весь этот балаган оценивается в 19 миллионов общей стоимости ущерба. Повышаем ставки и идём далее. Форсаж 6 решил немножечко побить показатель предшественника и удивить нас оценку ущерба в 200 миллионов. Что ж такого на разрушали наши герои на 200 миллионов, спросите вы. Хоть инфографика страховщиков не предоставляет подробной расшифровки и несёт обобщённый характер, нам несложно оценить это самостоятельно, ведь всё присутствует в кадре. Это военная техника на десятки миллионов, масштабные здания и, конечно, венец станции разрушения Форсаж 6. Грузовой самолёт Ан-124, рыночная стоимость которого доходит до 90 миллионов. К слову о военной технике, она действительно стоит баснословных денег. К примеру, вертолёт главзлодеев из Форсаж 7 напоминает вертолёт Сикорский Каманчи, стоимость которого 40 миллионов за штуку. Там же мы видим кучу спецтехники, суперкар за 3,5 миллиона, три фешенабельных здания в Абу-Даби, прочую недвижимость и, конечно, осквернение мирового исторического наследия. 12 солдат терракотовой армии, которые, в случае если эта качественная реплика стоит по несколько сотен за штуку, а в случае если оригинал бесценна. И всё это мелочи, по сравнению с ущербом, который сделал лысую башку Декарда Шоу после появления всего в одном фильме лидером нашей номинации, но это только промежуточный итог до момента выхода Форсаж 8, который публиковали британские страховщики. Отличился Братец Шоу уже во вступительной части седьмой ленты с эпизодом нанесения ущерба медицинскому учреждению. Вместе с домом Доминика, парочкой авто и прочим незначительным уроном его рекорд на тот момент составил 182 миллиона, что делало его башку самой разрушительной башкой. Да, подобная оценка ущерба больницы кажется огромной, но Google выдаёт информацию, что современные упакованные больницы в Штатах обходятся в сумму до 200 миллионов, а средняя стоимость медучреждения – 112 миллионов. Общий ущерб зарегистрированный в Форсаж 7 обошёлся в сумму 290 миллионов. Друзья, перед тем, как мы перейдём к Форсаж 8, предлагаю вам в комментариях написать, кто, по вашему мнению, получит статус самой разрушительной башки. Может быть, Декард сохранит свою пальму первенства или передаст её другому? И не отходя далеко от братца Декарда. Если бы Декард после спасения сына Доминика решил пустить самолёт Сайфера в расход, его показатели был бы выше в три раза. Этот самолёт основан на базе Боинга 787, стоимость которых доходит до 340 миллиона баксов. Учитывая, что он нашпигован передовой электроникой, оружием, лакшери-апартаментами и прочими ништяками, эту стоимость можно считать минимальной. Сайфер отметилась самым масштабным эпизодом уничтожения гражданского автотранспорта. Примерно 173 авто, здесь допускается слово «примерно», пострадала на сумму 4,5 миллиона. Общий результат от непосредственного ущерба Сайфер 6 миллионов, что делает её номером 2 в рейтинге злодеев. Декард в разрезе Форсаж 7 всё ещё злодей. Следом за ней весело идут Оуэн Шоу и Джакан Депо 4,5 миллиона. Почему у злодеев такие скромные цифры? Да потому что львиная доля ущерба – это ответственность хороших парней. Нелысая башка Брайана за всю франшизу ответственна за урон в 16 миллионов. Это уничтожение авто, военной техники и различного имущества. На третьем месте башка Хоббса, сумма ущерба в 33 миллиона. Эта цифра в основном покрывает уничтоженный беспилотник Форсаж 7. Хотя, на мой субъективный взгляд, подобный дрон, не имеющий реальных аналогов, должен стоить куда дороже. Но в любом случае, обойти Декарда ему это не помогло бы. Бошкоразрушительная ярость Декарда стоила стороннему имуществу, ну, практически те же 182 миллиона. И у него были шансы обогнать Доминика более чем в два раза. Если бы не дерзко уничтоженная тем в одно лицо, атомная подводная лодка класса Акула, стоимостью в полтора миллиарда долларов. Да. Ну, по сути, до этой цифры уже можно округлить весь урон от разрушений восьмой части. По моим прикидкам, прочий ущерб не превышает 100 миллионов, но дать оценку отдельным моментам мне крайне сложно. Доминик Торетто гордо, ожидаемо и заслуженно несет звание самой разрушительной лысой башки. Его общее достижение 1,6 миллиарда материального ущерба. Общий ущерб от разрушений за все фильмы 2 с лишним миллиарда, из которых 90% на совести хороших ребят. Такие дела. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй, не забывай делиться этим видео с друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok